На пять позиций вверх. В Чувашии набирает темпы кампания по вакцинации от коронавируса. Число желающих поставить прививку выросло вдвое по сравнению с показателями начала июля. Нагрузка на врачей увеличивается, поэтому на помощь приходят волонтеры. Екатерина Шиверова с передовой противовирусной войны передает. Второй пошел. Эту фразу в прививочных кабинетах слышат все чаще. Буквально заманивать процедурные кабинеты, как было еще несколько недель назад, уже никого не приходится. Привлекли студентов-медиков младших курсов. Они хоть и в белых халатах, по сути, менеджеры следуют четкой инструкции. Очередей быть не должно. После осмотра врача прямиком в кабинет. Не минуты простоя. С этим сейчас заходите к терапевту в 106 или 107 кабинет, который будет свободен. Профессиональный оператор едва успевает снимать происходящее. Конвейер здоровья в действии. Еще на прошлой неделе в Чувашию поступило более 25 тысяч доз спутника ВИ. Каждая ампула в федеральном регистре. Документы оборот тоже на волонтерах. Врачам не до бумаг. Ничего себе. И я чувствую, как будто комнатажа не укусил. Все, да? Спасибо большое. Большое спасибо девушкам. Вот они мне помогли, как говорится, быстро оформлять документы. Я очень рад. Работают оперативно. Очереди нет. Зашел оформляться, сейчас привык, и домой пойду. Очень хорошо даже. В этой больнице всего пятеро волонтеров. Но, по словам медработников, их помощь заметно отразилась на работе в целом. Это ощутимая поддержка. И времени меньше тратится перед непосредственной вакцинацией. И они оказывают помощь в коридоре пациентам, подсказывают. Может быть, у них какие-то вопросы возникают. Они не понимают тот или иной вопрос, который вот в анкете, допустим, написан. И таким образом время сокращается приема. Много детей приходит? Много. Сегодня сколько? Примерно 50 человек приходят до обеда. А вчера? Вчера тоже был очень большой поток. В других филиалах больницы тоже есть волонтеры-медики. Дополнительные рабочие руки улучшают процесс. И я думаю, что все это происходит гораздо быстрее, чем до появления нас в поликлинике. Девочки помогают заполнять документы, волонтеры. И, конечно, да, это ускорило процесс. И очередей стало меньше. Волонтером может стать не только медик, но и любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Минздрава и получить волонтерскую карту. Екатерина Шиверова, Андрей Шоклев, Республика.